Итак, вторая видяшка быстрого курса по Тайпу. Мы парочку вещей уже поставили здесь текста. У нас есть два звука. Раз звук и два звука. Их нужно тоже вставить. У нас первый звук перевели переводчик как скрип. Такой скрип. Копируем это словечко. Ctrl-C. Возвращаемся в Photoshop. Кликаем сюда. Нажимаем Ctrl-V. Вставляем наш звук. Теперь пытаемся найти шрифт, который у нас есть. У нас, короче, есть огромный список шрифтов в нашем Windows. И пытаемся найти шрифт, который более-менее подходит к этому оригинальному японскому звуку. Это должен быть какой-то квадратненький шрифт. Без засечек и довольно-таки тоненький. Ой, по-моему, вот этот вот. Да, вот этот вот. Вот этот вот шрифт подходит для меня больше всего. Вот такой вот. Вот так он выглядит. Довольно-таки тоненький, довольно-таки квадратненький и без засечек. Теперь что? Теперь нам нужно его как-то расположить правильно. То есть, и тут тоже зависимо от того, какая команда, каждый хочет, чтобы звук был по-разному сделан. Кому-то можно просто вот так вот развернуть этот скрипт, поставить вот так и все прекрасно для него. Разворачиваем мы следующим образом. Выделяем, значит, инструментом... У нас включены инструменты... Режим... Господи, как он называется-то? Инструмент текст. Мы нажимаем на наш текст сюда, чтобы он у нас подчеркнулся, чтобы он выделился, что мы его сейчас будем редактировать. Зажимаем клавишу Ctrl. Вот, зажимаем клавишу Ctrl. И мышкой ведем к... У нас появляется такая рамочка. И мышкой ведем к уголку этой рамочки. И когда... Как только получается у нас такая дуга, это означает, что можно его крутить в разные-разные стороны. Вот так покрутим, вот так покрутим. В общем, как нам хочется, так мы его и крутим. Также можно с этим Ctrl сделать размер побольше, сделать размер поменьше. Но если будете играться с размером, то это самое. Не забудьте... Отменить вот текст. Не забудьте, что если вы расширяете, то у вас непропорционально получается расширение. Если вы хотите, чтобы были пропорциональные расширения, то есть вы его... Ну, чтобы оно у вас не сузилось. Ну, как бы сказать... Вот сейчас, допустим, я сделала вот так вверх, да? Оно у нас как бы очень вверх выросло, но при этом по горизонтали оно не выросло никак, да? То есть он стал такой тоненький, такой высокий, тоненький шрифт. Если вы хотите, чтобы у вас буквы были как видов пропорционального размера, да? То есть как бы выросли, но пропорции свои сохранили. Вы должны будете нажать Ctrl, это самое, нажать Shift, нажать, точнее, хватить за уголок вот этой штучки, этой рамки. И теперь нажимаем Shift, еще теперь кнопочку. И теперь, как бы мы не тащили мышку, в какую сторону мы не тащили, вы будете увеличивать или уменьшать текст именно пропорционально. Вот. Хватит говоря, я заметил, что у нас цвет текста не черненький. Давайте сделаем его черненький. Выделяем здесь полностью этот самый, как называется, слой нашего текста. Здесь у нас есть цвет. И смотрим, что у нас цвет, оказывается, не совсем черненький, а вот какой-то серенький. Идем в самый низ, либо делаем, пишем здесь 6 нулей. 6 нулей это цвет черненький. Кликаем на OK. И вот теперь его можно будет перетащить. Упс, секундочку, это не то я нажала. Перетаскиваем чуть выше, делаем его в основном поменьше немножечко, потому что он такой большой, он нам не нужен. Подкручиваем вот таким вот образом. И перетаскиваем вот на это место. Теперь что? Теперь у нас видно, что задний у нас вот этот вот звук японский, он сверху был широкий, снизу стал узкий. Здесь тоже в Photoshop это можно сделать. Для этого нажимаем вот эту кнопочку. Это у нас искажение текста. Идет деформирование текста. Кликаем на нее, смотрим, что у нас выскочило. Он говорит, что не может выполнить запрос, так как мой этот самый сейчас шрифт, он находится в полужирном состоянии. То есть вот эта кнопочка полужирность у нас включена. То есть чтобы искажать текст, как я еще хочу это сделать, для этого вам нужно выключить все полужирные или полукрусивные, это самое псевдожирные или псевдокурсивные вот эти настройки. Кликаю OK. Он сразу автоматически сам выключает эти самые полужирные, псевдожирные настройки. Я хочу, чтобы он исказил мне по дуге. То есть вот так получилось. Но при этом изгиб мне здесь не нужен. Ставлю изгиб нолик. И мне нужно искажение по горизонтали. То есть мне как бы вот это вот. Секундочку, давайте сделаем, чтобы вам понятнее было. Вот у нас поставим нормальный текст по горизонтали. Еще раз сделаем искажение по дуге. Изгиб нам не нужен. Теперь смотрите, искажение по горизонтали. Вот в эту сторону, вот так в эту сторону. По вертикали, вот так в эту сторону, вот так в эту сторону. По вертикали нам в данном случае искажать не нужно. Нам нужно искажение по горизонтали вот в эту сторону. Примерно вот таким вот образом. Кликаем OK. Снова трансформацию текста делаем. Можно трансформацию текста делать и другим образом. Выделяем, берем инструмент перемещения, выделяем, нужен нам этот самый слой, зажимаем Ctrl-T, и теперь у нас есть вот эта самая, как называется, трансформация текста, при этом у нас руки свободны, нам не нужно зажимать клавишу Ctrl. Точно так же мы можем подкрутить этот текст, это самое, сделать меньше выше, меньше больше. Если жмем клавишу Shift, то это самое, увеличиваем пропорционально. Вот таким вот, вот так, наверное, это самое, выделим его, перетащим сюда, вот так подкрутим еще чуть-чуть, и окей, нажимая клавишу Enter, мы подтверждаем изменения. Вот. Что тут еще можно сделать для этого звука? Для этого звука можно сделать еще следующее. Мы можем изменить немножко перспективу. Для этого выделяем снова инструментом текст, кликаем на наш текст, зажимаем клавишу Ctrl, и помимо вот этих вот уголочков, мы можем схватиться еще и вот за эти, вот эти вот, как я знаю, квадратики. Если мы схватим за них, за один из них, и будем тащить в сторону, то смотрите, у нас получается нижняя полоса, она остается на месте, а верхнюю мы тащим, куда нам нужно. То есть, как бы, при этом, как бы, изменяется наклон тоже букв. Допустим, как сделали вот этот псевдокурсивный шрифт, его сделали, просто-напросто взяли один из шрифтов таких вот, немножко перетащили его сюда, и вуаля, у вас уже получился псевдокурсивный шрифт. Допустим, если вам, секундочку назад, Ctrl-Z, если вам вот этот псевдокурсив слишком мало наклонен, то можно сделать еще более наклоненным, тем самым, что вы за эту штучку хватаете и перетаскиваете. Тоже более-более наклонный получается текст. Такое еще тоже, понимая, используется в вещах, где, допустим, у вас, допустим, у вас какая-то книжка нарисована, и она как-то в перспективе наложена, да, то есть, вы как бы, наклон в перспективу уходит. Вот. Ну, в принципе, на этом скрипт наш заканчивается, да. Давайте сделаем сейчас еще вот этот вот звук. Здесь у нас какой-то звук еще был. Вот этот вот. Да, в принципе, его тоже самое делать. Это звук, по-моему, шух, но команда перевела этот звук как «взлетели». Поэтому как команда просит, так мы и пишем, да. Кликаем сюда «взлетели». В принципе, шрифт точно такой же. Если мы посмотрим по, секундочку, что вот эти буковки черненькие, да, что вот эти буковки беленькие, они, в принципе, очень одинаковые. Единственное различие – это обводка. Про обводку поговорю в следующем уже введяшке. Сейчас просто-напросто вот эту штучку сейчас запишем. Как вот эту штучку, это самое, сформируем ее, поставим на правильное место, спозиционируем правильно. Вот. Берем, значит, этот наш звук «взлетели», зажимаем клавишу «контрол», делаем нужный нам размер. Если у вас звуки вот такие, как бы, не обязательно каждый звук делать пропорциональный, ну, размер букв пропорциональными. Их можно все-таки сужать, увеличивать, сужать, это самое уменьшать, либо, наоборот, расширять, как вам, в принципе, вздумается. Это звуки, тут, в принципе, все допустимо. Ну, почти все. Главное, чтобы было более-менее читабельно. Перетащили на нужное место, делаем, опять-таки, искажения. Искажение дугой, но, поэтому, изгиб нам не нужно, нам нужно искажение по горизонтали примерно вот такое. Если я этот звук сделаю уже, вот здесь, да, у нас длинное такое слово «залетели», тогда будет как-то, как-то, ну, не очень получится. Вот примерно вот таким вот, да, чуть-чуть пошире, чем основной звук, его сделаем, и, в принципе, будет нормально. Смотрим, что получилось. Вот так получилось. Осталось сделать только обводочки, ну, а обводочки я скажу уже на следующей видяшке. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!